МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Ксерина Пёнова. Здравствуйте. Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовал, а может, огорчил. Все, что активно обсуждалось в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем март и апрель 2019-го. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил наш город с рабочим визитом. Глава региона принял участие в конференции Института археологии Российской академии наук, посвященной итогам раскопок на Саровском городище. Работы проводились на месте воссозданного соборного храма во имя иконы Пресвятой Богородицы Живоносный Источник на территории Свято-Успенского мужского монастыря Саровская пустынь. В конференции также принял участие митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Подробности далее. Памятная доска из мрамора, на которой золотыми буквами высечена надпись о канонизации преподобного Серафима Саровского. Это одна из самых уникальных находок, обнаруженных в процессе археологических раскопок на территории Свято-Успенского мужского монастыря. Глава региона Глеб Никитин ознакомился с образцами артефактов и принял участие в конференции Института археологии Российской Академии Наук. Без истории действительно нет будущего. Только традиция, которая идет из глубины веков, может позволить устоять против натиска всех тех, может быть, оппонирующих каких-то духовных веяний, информационных веяний, которые направлены, к сожалению, против того пути, который убрала наша страна. Вот только такая традиция может, возможно, устоять. Археологические раскопки на Саровском городище носили спасательный характер и проводились на месте воссоздания соборного храма во имя иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник». Также экспедиция исследовала средневековое мордовское городище, в границах которого находится современный монастырь. Обнаруженные артефакты относятся к различным историческим эпохам. В городе Сарове, в Нижегородской земле, есть ясное понимание поработничества, единомыслия, церковной жизни ученых, общественных, культурных. И в это наша сила единственное согласие. В ходе раскопок полностью выявлены и исследованы фундаменты храма «Живоносного источника». Это позволило восстановить основные этапы его строительства и функционирования. Археологи исследовали кладбище вокруг храма, в том числе и захоронение героя Отечественной войны 1812 года генерала Бориса Полуэктова. Эти раскопки – это новый шаг в археологическом изучении Центральной России. Они добавляют много нового к историческому прочтению Сарова. Это новые грани, новые аспекты его истории. И поскольку сегодня история воспринимается не только как абстрактное заключение, она воспринимается через конкретные находки археологические, через конкретные документы, через конкретные источники. На днях подписаны распоряжения правительства России о подтверждении программы развития кластера «Арзамас Дивеева-Саров». Она предполагает восстановление объектов культурно-исторического наследия на территории региона. Глеб Никитин отметил, что наш город будет играть особую роль в паломническо-туристическом кластере. Это город сам по себе бренд, город-легенда. Здесь такое фантастическое сочетание науки, научного, технологического наследия, причем такой научной славы настоящей нашей страны, ядерный щит, и духовного наследия, наследия батюшки Шероники-Масаровского. Также Глеб Никитин принял участие в заседании Духовно-научного центра, темой которого стала национальная культура как базовый элемент развития России. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Проблемы обеспечения медицинской помощи в закрытых городах, особенности экономики в ЗАТО, пути устойчивого развития моногородов. Эти и другие вопросы обсудили участники выездного совещания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самому правлению и делам Севера, которое прошло в нашем городе в марте 2019 года. В нем приняли участие представители Совета Федерации и Государственной Думы, чиновники профильных министерств и руководители закрытых городов. Уровень медицинской помощи практически во всех ЗАТО становится ниже, чем в других городах, и такая ситуация недопустима. Об этом говорили участники выездного совещания Комитета Совета Федерации. Причем отдельно отметили, речь идет не о подготовке врачей и медицинского персонала. Проблема с техническим обеспечением медчастей. Вопрос этот взяли на контроль, и пути его решения ищут совместно представители Совета Федерации и Госдумы, а также руководители регионов и ЗАТО. Мы намерены пройти до конца по этому пути, повысить эффективность лечебных учреждений, доказать Российской Федерации, правительству Российской Федерации, Минздраву, что необходимо доукомплектовать современным медицинским оборудованием медсанчасти, поддержать работу врачей и среднего медперсонала. Вопрос обеспечения здоровья сегодня важный. Еще один вопрос, который лег в повестку совещания. Ряд льгот и социальных гарантий, которые сегодня не могут обеспечивать муниципалитеты. В Сарове, например, отменены бесплатные школьные завтраки и грантовая поддержка педагогам, льготы больным с сахарным диабетом. По словам участников совещания, ограничение возможностей муниципалитетов в обеспечении мер социальной поддержки вызвано необходимостью навести порядок в сфере расходования бюджетных средств. Но, тем не менее, всем очевидно, оставлять без поддержки тех, кто в этом нуждается, нельзя. Совместными усилиями мы найдем решение. Вряд ли оно будет касаться абсолютно всех групп населения. Скорее всего, будут соблюдены, пока нам не удастся изменить нормы и положения закона. А зато нам удастся обеспечить поддержку тех групп населения, повторюсь, которые реально нуждаются. Отсутствие собственных возможностей развития и создания новых точек роста экономики в условиях ограниченных земель – еще одна общая для всех зато проблема. И один из вариантов ее решения – создание ТАСЭР – территории, опережающего социально-экономического развития. Как двигаться в этом направлении, обсудили на совещании. Внесены предложения, которые войдут в проработку возможности внести изменения, как наделить органы муниципальной власти зато правом владения землей и управления землей, которые не задействованы в монопрофильной деятельности градообразующего предприятия, с тем, чтобы дать возможность более быстрого вхождения резидентов на эту территорию и начала своих деятельностей и формирования новой точки экономики. Все прозвучавшие на совещании предложения были зафиксированы. Члены комитета детально обсудят их на ближайших заседаниях. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Саровская городская дума отметила 25-летний юбилей. В 1994-м она пришла на смену Совету народных депутатов. Сейчас работает уже шестой ее созыв. Депутаты действующего и прежнего созыва в почетные граждане города, а также представители администрации, ядерного центра, общественных организаций, собрались на особое думское заседание. В его повестке был только один вопрос – юбилей представительного органа власти. В марте 1994 года начал работу первый созыв Саровской городской думы. Депутаты тех лет вспоминают, что действовать приходилось в условиях правового вакуума. Не было нормативной базы, и многие шаги они делали почти вслепую. Ощутимо помогал опытно работанный 19-ю созывами городского совета. Первым председателем думы стал Иван Ситников. Иван Иванович работал и продолжает работать во всех думских созывах. И он уверен, несмотря на то, что все депутаты по-разному видят пути развития города, но все они хотят главного – добра Сарову и Саровчанам. У нас был лозунг. Мы все разные, а город у нас один. Вот представляете, какие умные слова. Мы действительно все разные. И за столько лет работы в органах власти я еще не встречал ни одного депутата, наверное, таких в природе нет, которые бы не желали благополучия и процветания нашему родному городу. Вот это нас объединяет. Председатели и заместители пяти созывов поднимались на трибуну. На этом торжественном заседании они делились воспоминаниями и давали наставления действующим депутатам. Каждый из созывов сталкивался со своими сложностями, и у каждого были свои достижения. Первая дума заложила основы для работы, вторая приняла устав города, в третьей было разработано положение о бюджетном процессе. Во время работы четвертой и пятой город строился и развивался. Любая дума, которая работает в городе, должна, прежде всего, думать о наполнении бюджета города, а не о том, как разделить эти деньги. Вот это была мысль. Самое главное для нас, это было нашим руководством действовать. Свои достижения есть и у действующей думы. О них рассказал глава города Александр Тихонов. Принята стратегия развития Сарова до 1935 года. Создана территория, опережающая социально-экономическое развитие. Идет активная работа по улучшению городской логистики. Принята программа реновации. Разрабатываются планы по строительству арендного жилья и продолжается работа по вопросам возведения ФОКа. Дума молодая, работеспособная. Депутаты прошли практически все большой курс теоретический, но и самый главный большой практический курс уже три года. Поэтому в этом плане дальше тоже нашу думу поздравим на то же полноправное участие в законодательном банке. Впрочем, не только отчеты и планы звучали на торжественном заседании. Поздравления с юбилеем пришли из федерации и региона. Со словами благодарности за работу депутатам всех созывов выступили представители ядерного центра и общественных организаций. Поздравления, труппи, награды актерам и, конечно, подарки. В 2019 году свой 70-летний юбилей отметил Саровский драматический театр. С этим знаменательным событием творческий коллектив поздравили депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, представители администрации и ядерного центра. Почетные грамоты актерам вручили от имени губернатора Министерства культуры региона. На торжественном вечере побывала и наша съемочная группа. Актеры, режиссеры, художники, костюмеры, бутафоры. Для гостей вечера это была редкая возможность увидеть всю труппу в полном составе. На сцену один за другим выходили служители милипомены. В день рождения Саровского театра именно они получали поздравления и награды. Те, кто увлекает зрителя в удивительный мир драматургии. Создают для нас потрясающие смыслы, потрясающие эмоции. И в этом плане мы им всегда благодарны, мы всегда ждем встречи с ними. Поздравления с юбилеем и пожелания новых творческих успехов выразили представители Законодательного собрания региона. Руководители города, ядерного центра и наградили работников театра почетным дипломом губернатора области, грамотами Министерства культуры региона и Сарова и благодарственными письмами. Мы свидетели того, как под этим куполом дружно уживается и классическая постановка, классический театр и совершенно новое прочтение уже известных нам пьес с какими-то арт-идеями, порой очень спорными для нас, более взрослого поколения, но так понятно, это все молодежь. И это, конечно, огромная заслуга всего коллектива театра. За 70-летнюю историю театра на его подмостках играли и помогали ставить пьесы не одно поколение талантливых актеров, режиссеров, концертмейстеров. На юбилейном вечере вспомнили поимен и отдали дань памяти ушедшим коллегам. Продолжился праздничный вечер ретроспективой спектаклей, которые в разные годы были поставлены на сцене театра. Поклонникам показали архивные постановки Саровской труппы. Зрители увидели историю родного театра через призму мировой драматургии от античности до наших дней. Пьесы одной эпохи плавно переходили в другую. Как это можно? Жениться на ком попало? Безрассудная молодость! Белый горячий коробок. Старшее поколение могло оценить мастерство актеров и сравнить с постановкой прошлого века. Те, кто помоложе, получили редкий шанс увидеть отрывки из спектаклей, которые, возможно, никогда больше не будут ставиться на Саровской сцене. Также в прошлом году свой юбилей отметил детский сад «Лесная сказка». Вот уже на протяжении 30 лет его педагоги помогают дошколятам с различными нарушениями зрения, речи и особенностями психического развития подготовиться к школьному обучению. Адаптированная основная образовательная программа детского сада номер один дополнена общеразвивающей и коррекционной направленностью. С особенными детьми работают особенные педагоги. Люди, беззаветно влюбленные в свое призвание, такие, как Людмила Киселева. В детском саду номер один она работает с самого его открытия. И все эти годы дарит своим воспитанникам заботу, любовь и знания. Вообще я с детства мечтала работать с детьми. Мне всегда нравилось, я представляла из себя, что вот я среди детей, и они внимательно слушают, я что-то им показываю, учу их чему-то, они это все воспринимают, учатся, развиваются. Первый детский сад посещают дети с нарушениями речи, зрения и познавательной деятельности. Педагоги и медицинские работники делают все, чтобы каждый ребенок полноценно развивался, несмотря на особенности здоровья. Для каждого подбирают индивидуальную программу развития и лечения, основываясь на самых современных методиках. И я постоянно как бы в поисках чего-то нового, что-то современного, потому что на сегодняшний день дети имеют более сложный дефект, скажем так, и уже те методы, которые я 10 лет назад использовала, они уже, можно сказать, не имеют такую эффективность. Своими разработками коллектив детского сада готов делиться со всеми. Авторские методики по коррекционной работе с детьми, созданные здесь, не единожды признавались лучшими на различных конкурсах. Такими нам запомнились март и апрель ушедшего года. Ну а вспомнить важные для вас события 2019-го и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютубе. Также все новости ищите в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. А уже завтра мы расскажем о том, каким был прошедший май. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году.